туда сверху вниз на море много людей на центральном пляже люди большом количестве стоят за ними в очереди просто невероятное количество людей как на новый год людей насколько востребованы эти места смотрится не очень красиво с места детского лагеря ракета строят гостиницу здесь строят на болотах масштаб работ просто поражает дом как минимум вот так сносится мы на строительстве новой набережной смотрите вам расскажу сейчас о планах которые идут сейчас уже пройден один съем грунта сейчас еще неделю будут они проходить еще один съем грунта пред геодезисты отобьют по нулям все эти места и потом уже начнут двигаться дальше в ту сторону чтобы сюда выходили ребята и работали на бетонных работах масштаб конечно колоссальный до сих пор не верится что у нас что-то забирают у богатых и отдают для всех нас но это действительно происходит на наших глазах мы сейчас до туда тоже дойдем я вам покажу покуда там уже метки стоят будет сноситься тот дом но сейчас представьте какие здесь виды будут с набережной такая красота осталось только ждать и надеяться и верить что это все случится мои дорогие трактор дошел уже до забора здесь осталось совсем немного и вот она метка геодезистов это котлован непосредственно набережной также сюда будет скос идти то есть получается хозяин дома знал и поэтому это место не штукатурилась до туда вот она набережная то есть дом как минимум вот так сносится ну и плюс откос к набережной будет да друзья еще неделька мы сами ставим очевидцами того что здесь будет происходить ну крядусь я пока это не увижу своих глазах и я не верю что это так и будто там дачи то еще круче дома интересное время нас ждет какой красиво море с песчаными пляжами выглядит просто восхитительно вот такие кадры зависит трактор уже над домом но до дома еще чуть-чуть надо дойти ждем надеемся верим а теперь мы отправляемся в город смотреть как проходили у нас вчера масленичные гуляния с праздником во всех мои дорогие крепко обнимаем поехали смотреть у нас сейчас в анапе строят новый напорный коллектор от очистных сооружений и вот сюда к сбросной камере такая вот труба будет подходить смотрите она ровно это до 1000 а здесь находится спуск 300 ступеней там люди отдыхают на лавочках либо после подъема либо перед спуском самое интересное впереди мы сейчас увидим пара планеристов вот такая красота ребята щух и пришел здесь сейчас находится точка старта может увидеть как-то происходит еще и пошел со свистом и один раз летал вам ссылочку оставлю в описании со своим полетом было невероятно круто и красиво видите сделал случился пожар друзья здесь было возгорание на верхнем этаже для стилдон хиллс сейчас уже пожар ликвидирован видите сколько техники нас приехала мужчина мчс это по газу пожар уже ликвидирован конечно смотреть на это очень страшно но хорошо что огонь очень быстро локализовали и никуда на соседние здания это не перекинулось 1 2 3 4 5 6 машин мчс таких вот маленьких и еще автовышка вот так вот быстро ребята отработали сейчас завершается уже проливка вам посмотрите как близко все гостиницы расположены друг другу если бы мчс у нас не стагировали так быстро тут могла быть катастрофа соболезную конечно хозяевам гостевого дома такое начало сезона это просто жуть тут считанные месяцы остаются и бацом пожар дай бог что сейчас все пролили до конца и следую думаю успеют все восстановить и все будет хорошо так и снимется но ребятам спасибо за их работу здесь южный проспект залит водой было очень много и воды техники ну прям радует когда все хорошо заканчивается это друзья жека кавказ здесь его районе продолжается съем грунта здесь будет строительство либо парт комплекс либо нового жилого комплекса такая вот короче жуть просто смотришь но с той стороны там дома стоят я думал что они там уже говорится на краю пропастью там дорога еще отступлена то есть в принципе ничего не угрожает здесь я думаю это все снимут залью топорные стенки так что должно быть все хорошо конечно масштаб работ просто поражает и зато видно из чего состоят все наши витязевские места и поэтому у нас тут не так сильно чувствуется землетрясение потому что это песок друзья намутой речкой кубань за долгие долгие года конечно отелям тоже надо заботиться чтобы сделали хорошие подпорные стенки чтобы они сползли потом вниз потому что песок как вы понимаете при дождях очень сильно плывет район же для вокзала вот именно отсюда будет начинаться у нас новый автовокзал вы помните как мы здесь жаловались на мусор получается что земля принадлежит муниципалитету сейчас на экране видите вообще этот кадастр как он выглядит под будущий автовокзал и информация 14 марта администрация объявила о начале приема заявок об участии в конкурсе на заключение концессионного соглашения по строительству эксплуатации нового автовокзального комплекса то есть на месте этого поля как раз таки он и будет расположен при этом даже автозаправочная станция попадает на этот кадастр будет она снесена или нет это как бы вопрос уже на к администрации объект будет располагаться между симферопольским шоссе и привокзальной улице в районе жидо вокзала комплекс будет размещен на территории 5 6 гектаров сумма инвестиций не менее 650 миллионов рублей срок действия концессионного соглашения 45 лет строительство комплекса должно быть завершено в течение пяти лет сам комплекс будут входить одноэтажное здание автовокзал 6 этажное административное здание и одноэтажное здание центра обслуживания граждан построенных в рамках соглашения комплекс будет находиться в собственности муниципалитета пока это предварительная информация прием заявок до 28 0 4 потом заседание конкурсной комиссии и тогда уже будет понятно будет ли заключена эта концессия с одной стороны это как бы хорошие новости город развивается вроде бы хорошо что автовокзал из города убирается но как удобно сейчас приезжаешь там на автовокзал людей встретил уехал другой стороны рядом жиды и автовокзал в том же самом краснодаре это довольно таки удобно и вдумайтесь вот это поле напротив сейчас полностью застроится вы видите там уже идет строительство это строится le prime surf resort анапа называется здесь полностью будет жилой комплекс лучи там идет глобальная стройка под названием sun garden тоже апартаменты то есть эта территория будет заполнена и получится что автовокзальный комплекс как бы уже находится и в городе потому что пионерский проспект у не знал нас также относится к анапе в общем глобальное перестроение ждет анапа и глобальная тотальная застройка там уже можно увидеть что полностью готово поле выкатывают окатками что это будет точно пока неизвестно как так еще не подписано пишите что вы думаете про новый автовокзал нравится вам эта идея или нет будет интересно узнать информацию от вас до сюда примерно будет расположен этот автовокзальный комплекс еще подъехать поближе вам показать как это все выглядит паспорт объекта здесь написано гостиничный комплекс категории 4 звезды корректировка рядышком симферопольское шоссе 100 интересно где здесь будет зелень у них тотальная застройка прям один к другому смотрятся конечно эти стройки просто монументально тут вот как вы видели тотальная застройка вот здесь то что симферопольского шоссе увидел офигеть вот видите здесь строят на болотах работает трактора убирают грунт потом отсыпается это песочком и работает уже другая техника варамная площадка вон раз таки там идет и обводной канал вот находится этот строительство сангарден отсюда все по-другому на выглядит вон там пионерский находится жека и вот раньше эти плавни поднимали всю воду которая выливала нас дождями на пионерский проспект и теперь здесь будет просто тотальная застройка я реально в шоке я не ожидал что такие масштабы здесь с места детского лагеря ракета строят гостиницу вот так она будет в дальнейшем выглядеть раз у нас сегодня тематика прошла про стройку вот так уже ведется стройка жалко детский пансионат очередной пошел под гостиницу на пионерском проспекту грусть печаль таска из-за этого все друзья мои улица калинина 30 запоминайте этот адрес здесь начали цветение магнолии не смотрится просто невероятно красиво говорят нюхать их не нужно но от них такой тонкий прекрасный аромат скором времени зацветет еще вот это большущие дерево вы можете увидеть она белым цветком без розового цветет это тоже очень классно и туда дальше еще пару деревьев на самое главное здесь расположены у нас магнолии цветут уже давно это санаторий надежда сюда на территории высадил место куда мне нравится приходить этот возле надежды и я всегда на их цветение сюда прихожу вчера ночью в телеграм-канал на который советую подписаться море вас либо юрия за русские поиски выкладывал их и сегодня можете увидеть уже дневном освещении с утра на них попадает больше солнышко так что если хотите их увидеть более цветастую приходите парни еще смотрится не очень красиво и привлекательные такие бутончики розовые в общем супер советую это место вам всем для посещения для того чтобы сделать великолепные фото возле магнолии как вас зовут подружек все хорошо отлично вы тут отдыхаете живете все пришли полюбоваться нашим тот прям как я какая красавица она просто призывает притягивает и нельзя давайте поехали быстрее посмотреть на нашу красоту это приятно приглашайте давайте наши гости очень красивая весна это отмена а осень золотая самый лучший город вот это белая очень красивая буквально дня 4 и будет так все спасибо большое мы находимся сегодня сквере гудовича пойдем смотреть как в анапе празднуется масленица сквер гудовича потому что хотел показать фонтан сердечко не фонтан любви он по вечерам музыкальный танцующий с подсветкой и влюбленное место наших дорогих горожан как сейчас можете видеть все наши хотели заняты люди отдыхают нахлаждают звуками фонтана на своем сквере людей прогуливается очень много вы посмотрите сколько их там а мы пойдем сейчас на театральную площадь как приятно наблюдать когда деревья приживаются вот уже высажены вечно зеленые дают свои первые побеги листочки такие лавочки у нас по всему скверу гудовича с клумбами высажены очень красиво смотрится перед памятником ленина запустили фонтан это тоже большая радость тут уже очень много лет люди люди везде люди прям классно наблюдать на по в таком виде очень приятно говорят цветочные часы у нас это работать не хотят то насколько людей много сейчас будет в центре можете видеть помошено везде люди гуляющие довольны с детьми сами в общем она по притягивает в этот день огромное количество людей выходим на площадь театральную вот теперь посмотрите насколько востребованы эти места тут фонтан взял передышку дети ждут возобновления работы и везде люди на всех лавочках люди чем город отдыхает по полной программе вау я прям удивился как на новый год людей мероприятия должны на горького проходить посмотрите что происходит на улице горького а я я просто невероятное количество людей как я соскучился по такой многолюдной анапе мне кажется даже летом столько народу здесь не собирается тут предлагают перед театральной площади на выбор любые машины для проката но здесь сейчас на них кататься большой вопрос на площади много людей и здесь правой стороны кафе сказка с детской зоны детская зона заполнена детьми сегодня все аттракционы думаю тоже будут востребованы здесь ларечках предлагают вина разнообразные закуски глинтвейны и люди в большом количестве стоят за ними в очереди вот надо было больше ларечка вставить улетев в эти дни не стоят с людьми а до этого как бы людей было немного что люди у нас гуляют в основном на празднике цветочки начинают на клумбах появляться тоже очень красиво даже парень плов кушает горячие пельмени чай кофе блины очереди очереди везде за блинами ванапе на самые большие которые только можно себе придумать дальше у нас торговые павильончики от арта веню сегодняшняя масленица праздница происходит именно благодаря арта веню их поддержки так что им спасибо большое за этот праздник можем увидеть что стоят дети очередь играют во что-то конкурсы разные и для детей отдельно о тут попробую подойти еще к ракушке столько народа все тематическое продают также у нас под масленицу здесь у нас тут и форт поет за чем вы так держите а теперь девчонки главный танцор диско вышел сразу видно сегодня как я и говорил он швак везде даже на паровозике полный просто детей интересно что там парке происходит еще посмотрим на фонтан и потом туда пойдем как круто наблюдать анапу таким количеством людей как будто сезон начался вот вам показатель сколько людей нас уже отдыхать на майские праздники говорят приедет еще больше народа фонтан в анапе работает людей вокруг него тоже много очень у всех свои желания прогулок этих желе что не взял очки потому что пасмурно вроде было все затянуто тучками выходит солнце становится теплее и хочется спрятать глаза от него ярко но очень двигаемся в парк 30-летия победы какая красота какие довольные люди позову меня зовут марина откуда вы как вам у нас вы на отдыхе а где не будем уточнять тогда сызрани привет спасибо что смотрите вышли на улицу горького там конечно же столпотворение людей просто невероятные здесь парке людей тоже очень много не по самой улице гуляет их я прям чувствую как будто лето еще и солнце вышло эмоции ощущения от всего того что вокруг происходит как это все приятно девчонки одевают потихоньку юбочки шортики красота друзья чувствуется весна скоро будет формула один с правой стороны работает и много-много-много людей гуляет по городу класс здесь парке тоже есть машинки но здесь по крайней мере места хватает для детей чтобы разогнаться покататься и уже появляется даже очереди на формула-1 все как летом прям один в один если вы катали здесь напишите понравилось вам или нет будет интересно ваше мнение я раз на на 23 точно катался стоимость аттракциона 500 рублей машин это наша знаменитая белая шляпа в городе крохти анапа очень приятно видеть когда все аттракционы работают колесо крутится люди гуляют идешь по городу живой классный и я уверен что вы глядя на экраны свои тоже имеете желание большое приехать к нам на отдых особенно в эту красоту которую здесь нам создают люди спасибо всем кто к этому причастен сегодня праздник жкх поздравляем всех тех людей которые делают наш город и только наши вообще все города чистыми наши дорогие подписчицы здесь работают предлагают вам вкусняшки уже мороженое популярно это прекрасно приглашайте наши гостей сказать что ждете пожалуйста к нам мороженое покупать коктейльчики пить все очень вкусно все свеженько ждем вас а самое главное приезжайте в анапу душем хорошая работа и мороженое по 200 рублей 100 грамм выходим смотрим улица набережная люди туда дальше есть здесь на море много людей на центральном пляже и в ту сторону тоже на прогулке людей много в анапе посмотрите что происходит у нас на центральном лечебном пляже как многолюдно несмотря на то что здесь довольно таки приличный ветерок с моря продувает сегодня самое главное море чистое манящее лебеди подаль сегодня 4 берегу не подходит и мужик который ходит золото ищет прям перед целью такая реклама металлоискатель называется хочешь так же как я приходи ой в сторону ланж зоны тоже по берегу моря прогуливается очень много людей и вот оно наше чистейшее прекраснейшее море к сожалению здесь и но не всегда такое но первую часть лета обычно все чисто и хорошо так что можете приезжать и сюда на отдых друзья мои зовут а ты откуда откуда место дальше как зовут откуда вы мне зовут ирина очень приятно спасибо что местные смотрят поддерживают это великолепно спасибо большое как зовут вас откуда уже здесь полгода как приехали и как вам отлично все нравится вон это обратно точно не хочешь откуда с новокузнецкой понял кемеровской области новокузнецку привет здесь у нас вход в сам парк еще один и установили много машин точно будут какой-то бордюрчик делать прошлый раз мы смотрели заливали вот по краю парка и посмотрите и здесь людей много на лавочках сидят возле моря гуляют оживленно очень здесь мы находимся на соединении песчаных и каменных пляжей продолжается строительство пирса с левой стороны здесь людей не так уж и много тоже выходят посмотреть и сюда на море тут у нас двухъярусные кафе сверху прогулочная зона набережная вот так же должно было быть и в районе утесла снизу кафе и гостиница а сверху набережная в итоге появился третий этаж возле кафе у нас пароход уж листики появились новые сочные на розах и скоро здесь появятся самые красивые розы очень красивая цена здесь она образуется постоянно яркие пятнышки пока еще немного цветов не с каждым днем и все больше и очень много людей здесь возле нового арт-объекта нашего фонтаны ручей который протекает туда сверху вниз смотрится очень красиво посмотрите насколько это место стало притягательным сколько людей пришли делать фотографии отдыхают как вас зовут откуда вы местный житель всегда или переехали к нам откуда обратно никогда не тянула это прекрасно что хотите сказать людям которые вот многие сейчас пишут говорят может к вам переехать стоит или нет это делать понятно вот это очень приятно звучит искать и приезжайте к нам ванапу даже около парапета на набережной здесь тоже очень много людей все лапочки пока не заняты и туда можно вглядываться вдаль там яхта с парусом входит в бухту красота тюльпаны лезут и много других цветов это все рядом с нашим корабликом а вы паруса происходит как вам друзья полностью заполнены людьми великолепно детки рады и счастливы здесь на кто-то оторвал уже штурвал жалко территория которая тут обновляет на набережной можете видеть что чё-то глобальных изменений нету все немножко замерло или мне так кажется если вы что-то увидели напишите дату изменили теперь 25 на 4 окончания работ как у нас музыкант хорошо поет парень это у нас марина перед отелем капитан здесь нас готовят суда к тому чтобы отправлять летом вас кататься на них заходит яхта в бухту ух ты ну и еще одна прям супер песенка там заиграла стоит слушай посмотрите какие великолепные цветы просто невероятно смотрятся под солнышком так вообще перед она по океан друзей здесь сегодня ярмарка продает разнообразные изделия клевые ручные работы также обычно здесь и сыров много всего остального часто здесь бывают ребята от кофе на песочке делают разная выпечка блинов только не вижу это жалко много-много-много всего предлагают ребята все больше кстати становится тех кто занимается своим производством разникал это вкусняшки на не колбаски от сыр и сыворотки еще здесь только не то тут хлеба булочка кожу и и лайф живые народные масла из много чего для вас у красивая тоже ароматы конечно здесь витает просто вау это наш знакомый сыровар с семьей который нас никак в гости не позовет у него прям дегустация идет с этой стороны разные изделия ручной работы свечи ой как тут солнечно друзья чего здесь только нету потому что что-то готовят пойдем посмотрим то обычно прихожу здесь ярмарки уже закрываются сейчас есть возможность посмотреть то что здесь происходит отдох приятного аппетита а душа тут ребята готовят вкусняшки разные прикольно находится это место на пересечении улице ленина и набережной тут у нас делают реконструкцию исторического здания делают ее мой друг надо быть как-нибудь него гости взять и обещает что внешне здание не изменится только внутри будет а потом там будет ресторанчик какой пока не скажу хотя я знаю больше радует вот как кустики у нас первые одеваются в зеленые наряды уже не весна уже лето близко здесь у ленина перед маркпортом у нас есть такой фудкорт депо тоже много разных вкусняшек на фире приняли решение что попробуем мидии тут разная вкусняшка ну собственно вот так выглядит наше блюдо 780 рублей мидии фисташковым соусе два багета и лимончик вкусно соус просто бомбический перебивает правда вкус мидии но очень понравилось дешевле быть выше на набережную уже на верхнюю здесь у нас причала находится также то дальше платный пляж золотая бухта называется тут тоже людей достаточно гуляющих по анапе это дача дитсмана ждем открытия нового ресторана тоже набережно здесь появилась здесь находится платный пляж на который без денег не пробраться это район краски вот золотой бухты кофейня имеется и вот эти вот большущие стеклянные дома мы стоим на одном из красивейших мест в анапе с панорамным видом на море наше песчаное побережье красота нас оттуда приходит ветер здесь видит к более гладкое море возле этого буна здесь сегодня съемочки какие-то проходят был какой-то турнир это у нас клуб питанка рядышком сортиром 5 дырочек тоже знаменитым нашим даже чуть-чуть зрителей есть и вид на пляж который называется высокий берег который находится в малой бухте анапа здесь тоже очень много людей гуляет по набережной с детки занимаются на тренажерах есть бесплатные туалеты вот она обстановка может санатория малая бухта ремонты какие-то идут шашлычки продают здесь мы с вами сейчас посмотрим на пляж идет реконструкция там уже часть рариев готова здесь тоже какое-то строительство внизу началось банька работает люди купаются но людей немного сегодня ветер здесь продувает смотрите не обратил внимание здесь появилась как новое кафе здесь обновили фасад шарман герой чебуряки напитки шашлык пицца так вот все меняется здесь укладывают плитку вокруг этого домика то есть прям вкладываются благоустройство и кстати у нас здесь работает лифт люди стоят жду чтобы не спускаться по лестнице надо ехать вид новой набережной архитектурных малых форм тоже прекрасен особенно когда есть люди чуть-чуть ветер уменьшить солнышко увеличить по температуре глоб вообще классно отсюда уже открывается вид на всю набережную анапы большим количеством людей с левой стороны си озон море народ отдыхающий с бокалами глядящий на море и большое количество гуляющих детей людей детей взрослых точками зеленой травкой и сухими соснами прекрасно мы дошли до здания маяка кофейня продолжает там работать но все это благоустройство труба перед ним по убирали остались только там сидушки вот такие вот знаменитые деревья на с колючками как акации они тут прижились растут хорошего такие может быть стоило бы высадить вместо сосен по набережной прогулка как всегда нас приводит к маяку по анапским набережным здесь и красота и теплота и людей много супер насколько популярны вот эти лавочки такие как лежачки возле маяка постоянно заняты стран на них люди здесь прям тепло стало я понимаю мы чуть завернули от ветра кора уже закат можно не уходить дождаться как эти девушки наш поспать на солнышке даже маленький маячок нарастили кстати и украшено вот они первые зеленые листочки на деревьях ну и самое красивое ароматное дерево которое есть к вере гудовича просто невероятно красивая невеста наши с вами прогулочка сегодня подходит оттуда откуда мы начинали возле фонтана любви весь детки забежали в центр и дай чтобы их вода не догоняла и свободных места также нет раздеваются уже потому что температура здесь поднимается же очень сильно сейчас даже глянем сколько температура 17 и 9 вот так вот возле моря 13 4 но немножко прохладно нельзя посмотреть какой выход на пляж на закат вам бы ваши города передать этот аромат как здесь вкусно а вот так дорогие мои выглядит моречка перед закатом какова красота да смотришь и радуешься потому что ты можешь это наблюдать без чури приходит на закат посмотреть наши дюны которые подрезала штурмом века ну и тело пляжа чистая благодаря нашему много людей гуляющих по берегу моря я все дорогие мои великолепный закат вы насыщенный видеосюжет получился есть что вам понравилось посмотреть о всех нововведениях которые она пождут к сожалению обошлось вот без будущих разрушений новой набережной без пожара боитесь вот тоже было хорошо все какие все по-честному все для вас рассказывать показывать от вас лишь только лайк подписка и поделитесь этим видео со своими дорогими друзьями надеюсь что оно будет очень полезно и интересно и ждем у вас от души и сердца в нашем любимом городе Анапа чтобы вы тоже приходили смотрели на эти великолепные закаты наслаждались рассветами также бегали по морю как я купались в море и вам это от души нравится с вами был Юрий Азаровский вам всем привет черноморский спасибо еще раз за просмотр видео от души буду благодарен если вы еще и подпишитесь на группу вконтакте и на телеграм-канал это очень важно для развития моего блога спасибо большое до свидания а вообще-то мы не прощаемся мы в ютубе смотрите следующий видео сюжет а Продолжение следует... Продолжение следует...